Инфра Тартан Так, теперь город, в котором произошла битва у нас с названием Багратионовск и является частью Калининградской области России. Это сражение произошло в ходе наполеонских войн во время войны 4-й коалиции. У всех наполеонских битвах это сражение считается самым непонятным и таинственным по нескольким причинам, самая главная из которых — сила резервной кавалерии Мюрата. Так, задача — защитить Эйлау и захватить парочку городков. В Платурполе тихонько. О, зимняя такая карта будет, это здорово. Так, давай-ка наши миссии сразу отметим. В принципе, все эти миссии находятся неподалеку, и это хорошо. Карта такая компактненькая в сравнении с предыдущими. Вот, и миссии находятся, в принципе, относительно недалеко. Но там очень много варшеских резервов, поэтому это может усложнить нам прохождение. Так, сразу же будем качать артиллерию. Прямо сразу же. Повреждения на холме плюс 2. К артиллерии. Так, есть еще одна артиллерия у нас? Ну, должна быть, просто обязана. Нет? Нет, слушай, у нас нет артиллерии, что ли, в запасной второй. Печалька. Так, ладно, давай тогда вот этих парней. Плюс 2 к огнестрелу. Сразу тогда докачаем до третьего уровня. Плюс 1 к перемещению. Да, наверное, плюс 1 к перемещению. Возьмем, поставим. И можно даже еще подкачать. Затем нужно быть в гарнизоне любая. Так, атакуемо. Любой враг, пострадавший от этого подразделения. О, это подарок судьбы просто. Так, и тогда, кого еще мы подкачаем? Подкачаем еще стрелков. Что-то больше гугл транслейтера. Сегодня вот обновление вышло, больше гугл транслейтера появилось. У юнитов в подсказках это печально. Легкая пехота, кстати, появилась у нас раньше, по-моему, ее не было. Так, надо выйти бы к холмам на самом деле, но их тут нету. Вот в чем вся загвоздка, да. Холмов поблизости нет. Это нам определенное место создастся. Вот у врага холмы имеются. Ну, что поделаешь. Что поделаешь. Придется нам как-то тогда справляться без активного участия артиллерии. О, нам еще есть стрельбу. Не дают нормально, комфортно осуществить. Кстати, перевели. Нельзя стрелять препятствия на пути. Это хорошо. Это хорошо, что перевели. Только ход я, наверное, отменю. Надо сейчас нам посмотреть, подумать, как сделать поэффективнее это все. Так, а если... Знаешь, как мы сделаем? Мы сейчас маршалами отойдем. И линейцами отойдем, если. Или линейцами отойдем, но немножко. Нет, наверное, просто отойдем линейцами. Нет, автоводы не дают нам стрельбу привести. Вот это обидно. Это обидно. Это я зря тогда. Ерунду и такой страдал. Слушай, мы не можем ничего вообще сделать. На югах. Друга можно немножко рукопашную атаковать. Разменяли людей. И вообще ничего нельзя сделать. Да, это жестко. Кавалерию еще и хоть нельзя отменить. Интересно. Придумано. О, вот это вот сейчас очень здорово получится. Взяли в отступление, отправили противника. И можно продвинуться вперед, вынести вражескую артиллерию. Это здорово. Ладно, давай попробуем разменять. Ладно, давай попробуем разменять. Да, разменяли. Да, разменяли людей. Можно еще кавалерией. Кавалерией ничего толком не получилось. Промаршируем. Тут выход из леса сделаем. Ну и эти парни, к сожалению, ничего сделать не смогут. Кроме как потерять кучу народа. Ладно, меняем ход. Куча всяких разных врагов подошла. Но только одна атака прошла. Это хорошо. Только одна атака у врага удалась на славу. О, кстати, мы можем шмалять отсюда, несмотря на всякие разные препятствия. Это очень круто. И мы можем заставить любого врага отступить. Что тоже очень здорово. Надо посмотреть, кому мы нанесем наибольший урон. Скорее всего, городским. Да, нам отступление обещали. Отлично. Все, мы их разнесем теперь на куски. Отлично. Просто супер. Просто здорово получилось. Да, эскадонка Валерии подойти поближе, скорее всего. Не сможет. Это немножко обидно. Немножко обидно. Я бы рискнул. Сказал бы в город. Нет, повезло, что отмена входа есть. Потому что если мы не можем зайти в городок, тогда лучше, наверное, не пытаться что-то сделать. Просто постоим проаутируем этот момент. С болота можно шмалять вообще откуда хочешь, но, к сожалению, или к счастью, он практически нулевой от этого всего будет. Кстати, тут что-то странное пишут. Вот пишут, что... Вот так. Сейчас. Допустим. Допустим. Ага. Вот так нормально. По коробочке. Если въехать. Эскадронка Валерия может тоже неплохо тут помочь. Профиксили теперь атаку артиллерии. Теперь артиллерия не такая беззащитная. Какой был ранее. Разменять можно. Не очень этого хотел бы. Тут кавалерии, наверное, есть смысл. Отойти, как Иван Сусанин, в болото. Развести неприятеля. Вот так на марше пришли. Пройдем, но все равно никакой урон не нанесется. Да, коньяк лучше в болото не отправлять. Да. Я сейчас проверю. Надеюсь, дадут от... Ахаха. Не дадут отменить. Ход. Ой, дебил. Ну ладно. Жалко. Хотел посмотреть, ценить ситуацию как следует. Ахаха. Ахаха. Тогда здесь попробуем разменять. И маршрут немножко поближе закинем. Дополнительные резервы подходят. Переправляются через реку. И ход меняем после этого всего. Враг получил кучу морали. И это все. Они даже в атаку не пошли. Ну хорошо. Если так. Надо сейчас грамотно нам с вами использовать обстрел артиллерии. Мы сразу же можем повергнуть много врагов в бегство. Надо найти самую такую цель как бесячую. И обстрелять ее. Наверное, все-таки лучше атаковать кавалерию. Кавалерия тут какая-то такая. Не хорошенькая. Ой, нам не дают ее добить. Это вообще вертупости. И глупости. Ладно. Коробкой мы ничего сделаем. Не сможем отойдем. Отступим. И стрельбу не дают. Что-то вообще совсем неудобно. Из болота еще и отступить не дают. Как коняки мои дорогие. Отойдите. Какая-то мы в болото влезем. О, сможем. Отлично. Смогли все-таки сделать. Доброе дело. Тут из-за препятствий нам не дают сделать ровным счетом ничего. У нас еще и потери огроменнейшие можно понести тут. Какая-то мы врага на коробку спровоцируем. Не, тоже не дают мне никаких возможностей для атаки. Вот коробчатая есть. Видишь, мы не можем ничего конкретного тут образовать сделать. Зайдем к кавалерии. Я знаю, что обстреляют. Ну, мы хотя бы сможем атаковать кого-то из неприятелей. Моральный урон нанесли противнику. Снова обстрел в телегии по нам. Обстрелили. А, мы вражеских автоводах будем потихонечку колбасить. Здесь можно ближним боем побаловаться. Поатаковать сколько-то противников. Проба хорошо, конечно, в лес попробовать зайти. У когось повезет на будущем ходу. Война в холоде. Из-за войны в холоде, по всей видимости, бяки на атакующей характеристики идут. Так зайти. Спровоцировали нас на коробочку, но, в принципе, на этом-то все. Что хорошо. Надо теперь грамотно просто действовать артиллерией. Артиллерия наше все теперь будет. Давай-ка. Бум-бум-бум. За шипцом. Давай-ка попробуем переправу сделать через речку и добить их. Просто супер. Это победа. Так можно, в принципе, достаточно быстро, грамотно вычищать неприятелей. Скоро к одному из наших... К одной из наших целемиссий мы зайдем. Сможем нормально тоже втащить. Гавалерии придется маневр провернуть вот так вот. Ну, тогда линейцев возьмем и втащим огнестрелом. Да, враг отступил, но добить мы его, к сожалению, не сможем. О, еще и провоцирующее отступление случилось. Клево. Переправо через речку. Тут, к сожалению, ничего сделать мы пока не можем. Есть резервные части. Это почетно, что есть резервные части. Попробуем в лес. Пробуем партизанить. Пройти через лес. Кстати, зря я сейчас, наверное, так сделал. Надо было сперва зайти к кавалерии и спровоцировать их на коробку. На коре, если быть точным. Все, враг уничтожен. Но лучше посидеть в городе. Далеко не рыпаться. К кавалеристам мы, к сожалению, не сделаем ничего. Просто предупредительный выстрел возможен против них. Меняем ход. Кучу морали восстановили враги наши. Артоводы отступили. Надо постараться гнать дальше артоводов. Враг ровным счетом ничего нам не делает. Вообще ничего. Ай-яй-яй. Смотри, эти твари, они отошли. Мы теперь не можем ничего сделать. Вообще ничего. Даже двигаться нормально не можем. Не, артиллерия. Обида. Обидно. Опять же можно спровоцировать врага на коре. Попробовать его. Ему втащить. Таким образом. Надо выйти из леса. Ох ты. И даже стрельбу можно провернуть. Взять им въехать. Надо сейчас подумать по кому шмальнуть из артиллерии. Чтобы нам не мешались. Ну, у хайдоконах, я думаю, атаковать не стоит. Давай попробуем. Свеженькие силы брусаков на отступление отправить. Опа, смотри, еще и провоцирующие отступление случилось у них. Это прямо вообще какая-то прелесть. Так. Сейчас надо только подумать, что мы можем еще поделать сейчас. Вот допустим, я зайду к кавалерии. А я еще и нихрена не сделаю. Я еще и ход отменить не смогу. Ладно. Мы их на каре опять же будем провоцировать. И бить их по этому самому каре. Стрелки ничего не смогут. Да. Давай тогда их тоже в болото и в лес. Попробуем их через лес привезти. Можно пострелять. А тут вот, видишь, вычат, что стрелять нельзя. Препятствия на пути. Ладно. Ох ты. Можем еще кавалерию отправить сюда. В отступление, к сожалению, мы их таки не спровоцировали. И дамаги мы, в принципе, нормально сможем нанести только по вот этим вот вторым. Так, наверное, тех, кто подальше мы подстрелим. Все, ликвидировали. Дальше нам гулять, к сожалению, не дают. Вообще никак не пострелять. Ничего не сделать. Обидно. Зимняя война. Все ее причуды. Меня на самом деле радует, что сделали, довели до ума зимнюю войну разработчики. Действительно круто. Ну, блин. Печалит, что урон, ну, вообще нулевый. Этим парням еще и не отступить никак. Придется как-то кавалерии отходить. А тут, кстати, есть хоум. Что-то я не посмотрел тогда. Все-таки тут есть хоумы. Меняем ход. Враг, видишь, он практически нам не дамажит. Он пытается, но, видимо, из-за зимней войны тут всякие траблы у них случаются. Наша задача сейчас колбасить кавалерию, которая находится в добром здравии. Это наша основная миссия, так сказать. Валерия, теперь можно на марше зайти. Вот так вот. Вот так вот. Тут нас, к сожалению, встретят. автоматическим огнем. Главное, попытку штурма предпринимать уже. А нам не дают попытку штурма даже предпринять. Даже в теории. Видишь, мы даже не разменяли. Угу. Угу. Я бы все-таки, наверное, вражескую пехоту встретил. А, это я маршалов выбрал, что ли? Да, маршалов выбрал. Давай все-таки проведем стрельбу по непорядческой пехоте. Сейчас она отойдет. И мы ее встретим. О, готово. Продвинуться, к сожалению, не дают ни на шаг. Сейчас рисково может получиться. Но если повезет... А, мы уничтожили вообще противника. Супер. Просто прекрасно. В таком случае... Партизанам вовсю. Пострелять нам не дают пока. Партизанам вовсю. А ну-ка. Нет. Стрельбы никакой вообще не дают нам провести. Обидно. В таком случае пока сменим ход. Враг просто отступил. Ничего не делает. Ничего не делает. Не может ничего. Тут... Мне кажется, это проблема баланса, с одной стороны. С другой стороны, враг очень хорошо укреплен. И, в принципе, он настроен на оборону. В большей степени. Поэтому мы... Хоть и пробиваем противника. Но пробиваем просто за счет артиллерии. Которая... Которая ведет себя как лютая имба. Когда вот этих граждан... Спровоцируем на отступление... Мы их уничтожили! Супер просто! Вот этого я не ожидал. К нам придется с югов. Как-то двигаться, подтягиваться. Можно зайти в лес. Можно просто поколбасить тут. У болот. Дадут возможность что-то. Какую гигантскую прям дамагу. Вот этих парней, например. Взяли, уничтожили их. Супер. Теперь мы можем просто врага в окружение отправить. Выйдем из леса. Так. Тут можно кавалерию, если что, задеть. Давай мы их просто окружим. И просто раздербаним. В рукопашку давай! Жесть! Уничтожили просто. Вот это зимняя война, я понимаю. Враг обороняется. Обороняется. Пробовал нас. Как-то. Снести. Ему совершенно не везет. Конец-то дают переправу нам. Через речку. Кавалерии вообще никого не дают поранить. Видишь, бяки зимней войны. И хорошо, что их показали на самом деле. Потому что в ту пору действительно сложно было воевать зимой. Ты прикинь. Потому что оружие-то однозарядное. Оно может вполне отказать на холоде. Что-нибудь не загорится, еще что-нибудь. Обязательно какая-нибудь бяка. В каком случае произойдет. Здесь это очень хорошо показали. Знаешь что, штурмовать город мы больше не будем. Моя ошибка. Они же ведь получают регенерацию. Находясь здесь. Надо подвести артиллерию будет. Но немножко попозже. Пока мы сделали, в принципе, все. Можем. Держимся, парни, держимся. Главное, держимся. У нас все в коробках. Все в коре. Коробчатых. Прямо таких. Не спровоцировали отступление, что немножко странно. Кавалерию нашу встретят артиллеристы. Вражеские, это стопроцентно. Но надо рискнуть арту загасить. Да, мы сможем из леса взять, выскочить и внезапно нанести серьезный урон. Отлично. В отступление отправили артиллерию. Джоб добить нам не дадут ее. Вышли к холму. Так, все. Дальше надо будет подумать. А, смотри, не дает. В неровным счетом ничего сделать. Давай тогда отведем артиллерию к холму. А, я опять походил, я опять походил маршалом. Забавно. Не, ну, опять же, артиллерию, наверное, лучше действительно к холму направить. И маршалов отправим артиллерию. Артиллерия получает отличные бонусы. Атакующие от того, что Наполеон там сидит. Каждое ядро проверяет лично. Заряжено ли оно как следует. Или нет. Так, ну все. В принципе, пока мы... А, вот можем кар... Нет, каремы. Мы вообще ничего не можем сделать. Вот пехотники есть. Чуть-чуть поближе к болоту направлю. И, в принципе, это все, что я... А, и вот еще парни есть. Еще и дополнительные войска. По нулям, по нулям. В том случае, ход меняем. Враги отступают. Выходим к КГшке. Там можем помогали. Из леса вообще ничего не сделать. Это кавалерия тоже. Видишь, очень сложная ситуация. Артиллерию. Отводим до холма. Осталось, в принципе, недолго. Почему-то не пускают нас дальше. Это баг или фича. Несколько непонятно. О, теперь... Вот теперь пускают. Правда, наши... Граждане товарищи сейчас дамаги получат от автоматического огня. Мало приятного, да? Что поделаешь? Все, тут мы уже... У нас уже связаны руки мои бессильные. Дальнейших действий. Не, уход. Не, уход. О, отсюда можно вести огонь. Мы можем выкинуть противника из населенного пункта. О, нет. Нам этого не дали сделать. Просто заявили, что огонь разгорелся. Обидно. Потому что мы не кинули на подмогу маршалов. Сейчас проверил из интереса. Действительно, это так оказывается. Это так работает. Что все механики я еще пока игры не знаю. Буду... Буду учить. Кавалерию можно в окружение взять. Для этого... Для этого нам еще подождать придется, видишь. Не дают нам никаких шансов что-то предпринять пока. На этом сложном, бесспорно, участке. Надо подойти к холму и провернуть. Дамагу. Качественную. Давай, братишка. Ты сюда. И ты сюда. Вышел из леса. Мы, в принципе, кавалерию встретим. Внесем. Ну, или постараемся хотя бы. Вражеские кары можно встретить тоже. Давай-ка все-таки попробуем окружение завершить. И это нам осталось совсем немножко с тем коробчатым строем повозиться. Кавалерии зайдем. Я думаю, они уже должны отступить. Нет, не отступают, твое. Нет, не отступают, твое. Это ж еще один населенный пункт, который нам надо взять. Надо все выдумать. О! Все, мы можем ближним боем их шарахнуть. Уничтожили неприятеля. Ладно. Пойдем под огонь. Но зато окружили мы полностью вражескую кавалерию. Можем ее просто расстрелять. Бум-бум-бум. И тут бум-бум-бум. Все, уничтожили. Победоносно продвигаемся вперед. Двойное отступление. Еще и уничтожилась одна. Один полк. Пехотный, да? Пробуем продвинуться вперед. Ну и пока на этот ход все. В следующем ходу мы уже должны максимально добить врага. Просто беспомощно. Он оборонялся. Он пытался обороняться. Ему совершенно не повезло. Ну-ка. Бум-бум-бум. Уничтожили врага. Супер. Населенный пункт наш. Мы попадем под огонь артиллерии. Знаю, это печально. Но зато мы... Сейчас возьмем... Используем штыковую атаку. И коняками довершим начатое. И добьем еще коробчатый строй. Корышный. Его захватим. Замочим тоже. Сейчас нас тут подстрелят немножко. А мы уничтожим... Ну или постараемся уничтожить артиллерию. Все. Победа. Мы набрали достаточное количество очков дамаги. Даже не понадобилось штурмовать второй город. Очень круто получилось на самом деле. Клевую зимнюю войну передали. Но искусственный интеллект, конечно, немножко протупил. Мне кажется, он мог бы более выгодно нас обстреливать. Больше дамажить. Так вот. А следующая миссия будет... Фридленд. На этом пока все. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал для видео, ставьте палец вверх. Всего доброго. Увидимся в продолжении. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you guys.